В эфире КМТВ, программа «Экспертное мнение», я и ведущий Дианис Коптарь. Сегодня у нас в студии Андрей Ильич Фурсов, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета, академик Международной академии наук Инсбрук, Австрия. Поговорим мы о том, как устроена мировая власть. Здравствуйте, господин Фурсов. Здравствуйте. Наверное, прежде чем говорить о мировой власти, о такой, в общем-то, достаточно одиозной теме, стоит вспомнить, что не так давно, ну 20 лет назад, это все-таки по историческим меркам не так давно, у нас в стране были абсолютные иллюзии демократии. Верили люди в схему, что народ выбирает свою реальную власть, народ заказчик своими голосами, заказчик социальных процессов, люди, приходящие к власти, это слуги народа и так далее, и так далее. Но потом, через некоторое время, по мере разочарования, люди стали искать другие объяснительные модели и стали высказывать мнение, что те люди, которых мы видим как публичные политики, это на самом-то деле, это люди, в общем, в какой-то степени декоративные фигуры, наемные менеджеры, за их спиной стоит реальная власть, которая, в общем-то, анонимна и не голосует мазать. Никто не голосовал, ей никто никаких мандатов не давал. Тем не менее, в ее руках власть. Расскажите, пожалуйста, как вам вот эта схема, насколько она вам близка в локальном масштабе и в мировом? Ну, в мировом и в национальном масштабе эта схема абсолютно верна. В свое время один из Ротшильдов сказал, дайте мне право печатать деньги в той или иной стране, и мне совершенно не важно, кто будет возглавлять правительство. Капитализм — это система, в которой правят деньги. И в этом отношении совершенно понятно, что реальной властью обладают банкиры, их сообщества, их клубы, закрытые наднациональные клубы. И те люди, которые формально возглавляют правительство, президенты, премьер-министры, ну, это либо картонки, либо просто нанятые на время менеджеры, которые решают проблемы прежде всего тех, кто их нанял. — Возникает вопрос. Какие доказательства у вас для такой схемы? Схема, в общем, логичная, но кроме логики хотелось бы фактов. — Доказательства — это реальность мировой истории последних 200 лет. И трудно найти доказательства противоположного, что эти люди решают какие-то вопросы. Поэтому доказывать нужно вот это. И вообще нужно сказать, что вот эта схема, о которой мы говорим, она абсолютно логична. И она вытекает из самой логики развития капитализма как системы. Дело в том, что без того, что называют закулисой, я не люблю это слово, я предпочитаю говорить, это более длинное словосочетание, но оно более адекватное, наднациональные структуры мирового согласования и управления. Без них капитализм не может себя воспроизводить. Дело вот в чем. Есть базовое противоречие капитализма одно. Оно заключается в том, что капитализм экономически — это единое мировое целое. А политически — это совокупность отдельных государств, мозаика. И у буржуазии одной страны есть интересы в другой стране. И реализовать она эти интересы может только нарушив законы своей страны и другой страны. Ну, один раз можно, так сказать, проскочить на дурака. Но постоянно этого делать просто так не получится. Это означает, что буржуазии различных стран нужны свои наднациональные организации. Они должны быть закрытыми, поскольку они нарушают законы этих стран. И они должны стоять над правительствами. История последних двухсот лет — это история вот этого мирового, а затем глобального управления. Без этого управления капитализм не воспроизвел бы себя. То есть наднациональные структуры управления и согласования снимают базовые противоречия между капиталом и государством. Скажите, пожалуйста, вот очень много, когда мы поднимаем такие темы, очень много слов про конспирологию звучит. Вот возникает такое подозрение, что само слово конспирология, теория заговора и так далее — это тоже такая болванка, такое оболванивание людей. То есть когда тут жупел поднимают, ах, это теория заговора, о чем тут дальше говорить? Люди отшатываются. Как вы считаете, действительно ли вот это нарочно-карикатуренное изображение мировых процессов тоже является креатурой вот этих вот сил? С одной стороны, да. С другой стороны, есть целый ряд людей, которые примитивно воспринимают историю, которые полагают, что действительно могут собраться несколько людей, составить заговор и чего-то добиться. Нужно говорить не о конспирологии, а о криптоэкономике, криптополитике, то есть о тайной политике, о тайной экономике. Не афишируемой, даже лучше сказать. Не афишируемой, закрытой. А конспирология, это очень такая узкая часть этого процесса, потому что здесь нужно договориться о терминах. Конспирология, то есть это наука о заговорах. Что значит заговор? Например, Коминтерн, третий интернационал, который просуществовал аж до 43-го года и который планировал революции, восстания, который создавал такие подрывные сети. Это заговор или нет? Французская революция, это заговор или нет? Если под заговором понимать, когда трое людей спрыгивают с ветки и прогоняют трех других людей, которые вчера спрыгнули с ветки, ну вот это и есть конспирология. Когда же мы говорим о серьезных организациях, контролирующих власть, деньги и информацию и определяющих на основе знания законов истории ход истории, как Дизраэль говорил, хозяева истории, то тогда мы имеем дело уже не с конспирологией, а с криптополитикой и криптоэкономикой. Вот вы знаете, когда организуются передачи телевизионные или книги выходят на эту тему, постоянно мелькают одни и те же фамилии. Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, реже Анасисы, но все равно колода одна и та же. Возникает вопрос, а что если, ну давайте мы продолжим эту криптологику, что если вот эти вот мелькающие фамилии, в свою очередь, также являются в какой-то степени громоотводами или громоприводами, с какой стороны посмотреть, как публичные политики придуманы для того, чтобы обманывать общество и создавать иллюзию, да, иллюзию власти у народа, так может быть и это тоже ложные аэродромы? Очень может быть, по крайней мере, логично предположить, что у истории не одно дно, а есть второе, третье, но дело в том, что Рокфеллеры и Ротшильды, ну Ротшильды поднялись в самом начале 19 века, они впервые нагнули европейские правительства аж в 1818 году, Рокфеллеры поднялись в конце 19 века и вся первая половина 20 века, это триумф Рокфеллеров, они выиграли у Ротшильдов две мировые войны, но вполне логично предположить, что кроме Ротшильдов и Рокфеллеров есть и более серьезные люди, и кстати, какие-то более серьезные семьи, они в общем-то на виду, есть такая семья Барухов, например, которые в иерархии мировых воротил занимают более высокое место, чем Ротшильды и Рокфеллеры, причем я не уверен, что у Барухов больше денег, чем у Ротшильдов и Рокфеллеров, но дело в другом, Рокфеллеры стартовали в 17 веке, их предок турок, который анимечился и в середине 17 века, Ротшильды стартовали в конце 18 века и, видимо, их очень хорошо, так сказать, подсадила и подтолкнула некая сила, а вот Барухи, причем, то есть Ротшильда и Ашкеназа, а вот Барухи не Сефарды и не Ашкеназа, Барухи ведут свое происхождение от одной еврейской семьи из древнего рима, первый век нашей эры, то есть это значительно более древняя и почтенная семья, чем Рокфеллеры и Ротшильды, и они не светятся. Вообще, нужно сказать, что сам тот факт, что некие семьи светятся на первом плане, уже говорит о том, что это не первые фигуры, реальная власть, это тайная власть, это, вы знаете, так же, как с Геральдикой, чем более навороченный герб, чем больше там цветов, тем более плебейский этот род, а вот, скажем, две полосы, черная и белая, вот это показатель серьезного, знатного рода. Здесь то же самое. Но здесь мы вступаем, так сказать, в такую зону догадок, потому что, если люди себя не афишируют, если они дергают за ниточки довольно успешно, и они не попадают в спектр исследований, это не значит, что их нет, но логично предположить, что это может быть. Впрочем, для понимания конкретной текущей политики вполне достаточно Ротшильдов, Рокфеллеров, Кунов, Лейбов, короче говоря, тех 12 семей, которые контролируют Федеральную резервную систему. Вы понимаете, в чем дело? Во всей этой истории, ну, как бы, действительно, видна издевка более мощных сил. Опять цифра 12, то есть это вот сакральное число. Ну да. То есть, вот как будто бы они насмехаются, как будто бы они дают обманку для исследований. Нет, это не обманка. Те люди, которые реально дергают за ниточки, это, безусловно, люди идейные. Это люди с таким мистическо-магическим восприятием. Даже не религиозным? Я думаю, что именно магическим. Дело в том, что магия отличается от религии очень простой вещью. В религиях, особенно авраамических, иудаизме, христианстве и исламе, очень четко проводится грань между добром и злом. Вот магия, грани между добром и злом, не знает. И те люди, которые рулят миром, они действительно находятся по ту сторону добра и зла, и не случайно их увлечение всякими, так сказать, магическими вещами. Кабала, магия, мистика, но ни в коем случае не религия. И очень показательно, что нынешний мировой кризис, когда очень много поставлено на кон, он сопровождается очень мощными атаками на христианство и на ислам. По разным причинам. Тоже христианство, например, оно предполагает довольно рациональный взгляд на мир. И удары по христианству — это дерационализация сознания. Ну и кроме того, вот это активное рекламирование магии, Кастанеда, другие вещи — это вещь не случайная. Это в общественное сознание вбрасываются очень важные такие мемы, которые должны оттеснить религию и поставить на ее место магию. Кроме того, религиозный мировой истеблишмент — это, безусловно, конкурент в борьбе за посткапиталистический мир. Значит, его надо оттеснить, отодвинуть. Как вы видите этот посткапиталистический мир? В какие его контуры? Вообще, любое будущее очень трудно предсказывать, хотя бы потому, что, допустим, мы планируем будущее. Мы планируем первый шаг, второй шаг, третий шаг. Мы совершаем первый шаг, и будущее уже изменилось. Я думаю, что будущее на самом деле не дано автоматически. Оно создается в процессе борьбы. Вот если вспомнить, что было в XVI-XVII веке, в период кризиса, Европа выходила из кризиса XVI-XVII века тремя путями — английским, французским и немецким. И каждый из этих путей определялся борьбой трех элементов — корона, сеньоры и крестьяне. Во Франции корона и крестьяне нанесли удар сеньорам. Сеньоры все собрались, поехали в Париж, возник двор, и возникло высоко инсоциализированное государство, отделенное от господствующего класса. Это один вариант. Второй вариант — немецкие земли. Там сеньоры оказались сильнее, и короны и крестьян, они задавили крестьян. Было второе издание крепостного права, там возникло высоко инсоциализированное государство, тесно связанное с господствующим классом. А вот в Англии вышло по-другому. Поскольку там была война Алый и Белый роз, которая истребила значительную часть английской знати, для того, чтобы ее пополнить, богатым крестьянам было разрешено покупать титулы. То есть возникла уникальная в европейской истории открытая землевладельческая элита. Результат — слабо инсоциализированное государство, отделенное от господствующего класса. Я думаю, что из кризиса 21 века тоже будет несколько принципиально разных выходов. Ясно совершенно, какой выход желателен для нынешней мировой верхушки. Они об этом говорят совершенно не скрываясь уже. И, кроме того, их действия показывают, в каком направлении работает. Это создание общества, где существует жесткий контроль над информацией. Именно поэтому сейчас рушат образование практически во всех странах. Не только в России рушат образование, в США оно практически уже разрушено. Образование для масс, но не для двух верхних процентов населения. Это жесткий контроль над ресурсами. Это никакой вертикальной мобильности, никаких социальных лифтов. Это почти кастеизация общества. И вплоть до того, что различия между верхами и низами будут носить биологический характер. Это здоровье, заменяемость органов, рост, продолжительность жизни. Совершенно верно. Это один вариант. Это план нынешней мировой верхушки. Осуществится он. Что-то мне подсказывает, что в том виде, в каком они его планируют, не осуществится. Потому что есть такая вещь, как коварство истории. Есть то, что Талиб назвал черным лебедем. Ну, например, геоклиматическая катастрофа, которая смешает все карты, смешает фигуры шахматные. И игра пойдет совсем по другим правилам. И вообще-то очень неплохо, если произойдет какое-то событие, которое смешает карты и уравняет шансы. Вот тогда мы посмотрим, кто выиграет, а кто проиграет. То, что вы рассказали, этот контур, он на самом деле очень четко, хорошо описан в известной книге «О чудный новый мир», помните? Да, да, да. Причем там элита, а ведь автор один из представителей как раз элиты. Да, конечно. И писалось-то это, извините, я вас перебью, одновременно с «О чудным новым миром». Оруэллом, да? Нет, кроме Оруэлла и «Чудного мира» появилась еще одна очень важная вещь. Герберт Уэллс, одна из самых зловещих фигур 20 века, который в конце 30-х годов написал две книги. Одна называется «Открытый заговор», а другая просто о будущем. Когда спяще проснется? Нет, когда спяще проснется, это художественная вещь. А книга называлась «Новый мировой порядок», а вторая называлась «Открытый заговор», где откровенно говорилось о том, что будущее – это жесткий контроль верхушки над населением, у власти должны быть ученые-технократы, остальные выполняют их волю. И в этом отношении Оруэлл и Хаксли, они только популяризировали идею Бертрана Рассела и Герберт Уэллса. Хотя Оруэлл как раз не сбылся, его больше раскручивают, чем Хаксли, но Хаксли на самом деле прозорливее. Так я хотел что сказать. Интересно то, что ведь у Хаксли есть продолжение книги, насколько я понимаю, на русский не переведенное. Вам, мне кажется, это непаханное поле, вы же еще и издатель. Да, конечно. Продолжение именно этой книги. Да, я знаю. Но, кстати, на русский язык не переведены и вот эти нефантастические работы Уэллса, которые очень-очень интересны. На русский язык много чего не переведено. Но в том-то и дело, если посмотреть, что не переведено, то мы увидим, что это в книге практически все поголовно, если серьезно их брать, а не всякую там просто художественную пошлятину. Это все книги, которые относятся к управлению народами и властями. Совершенно верно. Совершенно верно. Удивительным образом не переведены на русский язык, вы абсолютно правы, то, что связано с глобальным управлением. Более того, эти книжки не переводились даже для служебного пользования, для высшей партийной школы. Переводилась всякая мутата. Франкфуртская школа, хотя франкфуртская школа сыграла большую роль в формировании управления. А вот серьезные вещи оставались в тени. И вот это само по себе очень интересная проблема. Это что, по недомыслию или это сознательно? Что-то мне подсказывает все-таки, что по недомыслию. Потому что интеллектуальный уровень нашей номенклатуры 50-60-х годов и их интеллектуальные обслуги, тех, кого Эрнст Неизвестный называл красненькими и зелененькими, он был все-таки довольно низок. Как дубовые коммунисты, они вообще этого не понимали. А либеральные попрыгунчики были очень-очень поверхностными и усваивали только пену. Они не видели ниже вот этой пены, они не понимали очень многих вещей. Вот смотрите, в 70-е годы на Западе был создан рейтинг, достаточно солидный. Понятно, скептицизм людей по поводу рейтинга. Но этот, насколько я понимаю, рейтинг был достаточно научен. Самых великих психологов мира за всю историю человечества. Первое место занял не Фрейд, как, казалось бы, он должен был бы занять на Западе, а Скиннер. И известно было, что Скиннер издал две книги, в которых изложил свой социологический взгляд. Самый известный «По ту сторону добра и зла». «По ту сторону свободы и достоинства». Совершенно верно. Я хотел просто продолжить, что перекликаясь «По ту сторону добра и зла», знаменитой книг, он сказал «По ту сторону свободы и достоинства». И новый Уолден. Так вы говорите, что в Советском Союзе просто не поняли эти книги. Однако в Советском Союзе существовала достаточно богатая критика этих книг. Ну вот. При том, что книг самих нет. Если не ошибаюсь, их до сих пор на русском нет. А это книги, которые на Западе в свое время сделали переворот в пропаганде и рекламе. Это не просто пропаганда, это было руководство к действию. Но я вам продолжу вашу мысль по поводу критики. У нас не был переведен Тойнбе на русский язык. И Тойнбе жесточайшим образом критиковали. Критиковали за всякие, так сказать, философские идеи. Но те люди, которые его критиковали, они даже близко не подходили к... Но Гумилёву позволили фактически Тойнбе фактически излагать. То есть, Гумилёв, я бы сказал, очень так вульгаризировал Тойнбе. Дело в том, что Гумилёв все-таки при всей его критике профессорской профанной науки, он был такой негативной частью этой науки. А вот Тойнбе был серьезный человек. Мало кто знает, что Тойнбе во время Второй мировой войны был координатором деятельности всех британских спецслужб. Тойнбе был директором Королевского института международных отношений. То есть, Тойнбе не только писал «Estudio of History» каждый год по Тому, он каждый год писал «Мировое обозрение». Поэтому Тойнбе не ловился на всякие профессорские глупости, как Макс Вебер, как другие западные, не только западные ученые. Самая главная сила позиций Тойнбе заключалась в том, что он не был частью профессорско-профанной науки. А критиковали-то его профессоришки из профанной науки, которые видели, Тойнбе работал в трех-четырех измерениях, а они работали в одном измерении. У него была информация инсайдерская. Совершенно. У него была информация инсайдерская, и его вот это вот глобальное видение, оно подпитывалось не только его знанием истории, он был очень образованный человек, в отличие от тех, кто его критиковал, в том числе и у нас. Он понимал, как реально работает мир. Кстати, он был большим поклонником Маркса, так же, как и его друг Джордж Фостер Даллес. Но что им нравилось в Марксе? Им нравилось в Марксе то же, что нравится в Марксе Атали, который написал биографию Маркса. Им нравилась идея мирового правительства. Они откровенно об этом говорили. Но при этом они говорили, что Маркс подарил нам идею мирового правительства, но реализовывать ее будет не пролетариат, а реализовывать ее будет крупный капитал и технократы. Это, в общем-то, понятно. Понятно. Хотелось бы все-таки узнать ваше мнение, уточнить. После того, как вы сейчас сами сказали, что такие серьезные книги не были изданы, а критика была, все-таки вы не готовы скорректировать свою позицию в пользу того, что это тоже часть, можно сказать, заговора, как-то профанно звучит? Что-то мне подсказывает, что здесь все-таки больше было глупости и недомыслия. Я допускаю, что мы просто не знаем фигур в советском истеблишменте, которые играли, так сказать, в пользу Запада, но я поступил в Московский университет в 68-м году, то есть конец 60-х, начало 70-х, только что закончилась оттепель, много чего переводилось, много чего обсуждалось, но видно было, что советская интеллектуха не способна воспринимать очень многие вещи, не потому что она глупая, а потому что она живет принципиально в другом типе практики, она очень многие вещи просто не видит и не понимает. Перед советским интеллектуальным сословием не стояли те задачи, которые западная верхушка ставила перед своей интеллектуальной обслугой. В этом отношении у нас был такой пикник на обочине, который закончился очень печально, потому что помимо предательства, помимо классового интереса части номенклатуры, ГБ и теневиков в развале, в разрушении СССР, помимо этого большую роль сыграла неадекватность представлений о мире этих людей. Они жили представлениями предыдущей эпохи. Они не понимали, что такое буржуазный, что такое современный капитализм. Они не знали, как крутится мир. В этом была их колоссальная слабость по сравнению с коминтерновской нашей эпохой. И Сталин не случайно, незадолго до смерти сказал фразу, ее по-разному передают, но смысл такой. Вот умру, соратникам он сказал, и империалисты вас, как котят, обманут. Потому что Сталин-то был на уровне своего времени. Другое дело, что после 1945 года, после войны, он уже старел, он перенес инсульт, и он допускал ошибки, он становился все менее адекватным той эпохи, в которой он жил. Но в целом Сталин оставался на определенном уровне. А вот те, кто пришли после него, это уже был артель напрасный труд. Ну, а надо будет все-таки, справедливости ради, сказать, что эти люди не пришли после него, этих людей всех поднял Сталин. Все фамилии... Совершенно верно. Я имею в виду, которые пришли, которые пришли к власти. Ирония истории и трагедия истории заключается в том, что были блестящие умницы, интеллектуалы, коминтерновцы, которым нужна была мировая революция, и которые объективно были противниками Сталина, потому что Сталин собирался строить Красную империю. Победить коминтерновцев, которые были частью мировой революционной элиты, можно было только с помощью вот этих вот воньков, про которых тот же Эрнст Неизвестный сказал, они выбежали из деревни и до города не добежали. Да, можно только с их помощью. Победили. Но оказалось, что Красную империю до определенного момента с ними можно строить, но с ними нельзя играть в мировые игры. Какой мировой игрок Хрущев или Брежнев? Да тот же Андропов. Меня поразила тронная речь Андропова, когда он сказал, пусть империалисты знают, если они нас не тронут, то мы их тоже не тронем. Это как это они нас не тронут? Тронут. И как это ты можешь думать о том, чтобы их не тронуть? Кто-то скажет. Это он просто так сказал. Нет-нет, у нашей верхушки была иллюзия, что провозглашенный на 20-м съезде КПСС тезис о возможности сосуществования государства с различным социально-экономическим строем реализуем. Кстати, первым об этом сказал Маленков. В 1953 году на Мартовском пленуме его раскритиковали, а потом в 1956 году Хрущев это повторил. Но вот что интересно. В том же 1953 году комиссия Сената США по внешней политике выдвинула тезис, и это был уже не тезис, а практически догмат, о том, что невозможно сосуществование на планете США и Советского Союза. То есть они по отношению к Советскому Союзу приняли чисто коминтерновскую тактику. Борьба до победы. Возвращаемся к нашей исходной теме. Ну вот как вы думаете, в мировой элите были ли представители Советского Союза? Вот в той, так сказать, кулуарной закулисье? Думаю, что нет. Почему? Мировая элита в том виде, в каком она сформировалась за последние 300-400 лет. Это британцы, это американцы, это еврейский капитал, который сыграл очень большую роль в связывании, в прошивании, прежде всего англо-американской элиты, а также французской и немецкой. То есть это общезападная элита формировалась 300-400 лет в каких условиях? Революции, перевороты, экономический рост, колониальные экспансии. То есть постоянная борьба очень сложная. И эти люди находятся в родстве друг с другом. Причем в эту элиту входят монархи, аристократия, финансисты. Это очень тесно устроенный клуб. Когда мы говорим там 12 семей, это, скажем, те, кто контролирует ФРС. Это метафора. Но нужно говорить примерно от 300-400 семей, которые тесно связаны друг с другом. Это люди одной, в основном, протестантской культуры. Немножко католики. Кто такие? Даже российские, дореволюционные представители российской, дореволюционные элиты не были приняты в мировой элите. Они были всегда внешней частью, хотя, казалось бы, родственники Виктории и то, как, например, британцы поступили с Николаем Вторым. Это практически ответ на вопрос, как западные элиты относятся к российской, к Руси Шишвайн. Ну, они точно так же расправились с габбургскими. Есть одна разница. Расправа с габбургами, ну, это вообще-то была не совсем расправа. И это было нечто вроде гражданской войны. А вот противостояние с Россией было совсем другим. Очень хорошо Карл Шмидт сказал о том, что такое была Вторая мировая война. Вторая мировая война, сказал он, это была гражданская война. А вот война немцев с Россией – это нечто другое. Россия – это другая цивилизация, другой мир. Это православная культура. В 20 веке это еще системный антикапитализм. Нет все надежды позднесоветской элиты на то, что если они демонтируют советский строй, их посадят за один стол с хозяевами мировой игры. Это была жуткая совершенно глупость. Это была та морковка, которую подвесили перед горбачевцами и на которую они купились. Ну, даже чисто эстетически. Ну, как смотрится Горбачев в компании мировой верхушки. Я уже не говорю про Ельцина и его клику. Нет. Как говорят французы, Жаме. Это переведите, пожалуйста. Никогда, никогда, никаких представителей русской или русскоязычной элиты Запад не посадит за один стол. В качестве шестерок может использовать. Поэтому, играя с Западом, нужно понимать очень простую вещь. Когда-то ее пропел Вертинский. Здесь живут чужие господа, здесь чужая радость и беда. Мы для них чужие навсегда. Скажите, пожалуйста, какова роль современных монархий в мире? Насколько верен тезис о том, что эти монархии являются лишь декорациями, в какой-то степени данью традиции и так далее? Это ошибочный тезис. Это тезис, который скрывает реальные процессы управления в современном мире. Но начать с того, что нынешние монархии – это очень и очень богатые люди, у которых очень большой финансовый ресурс. И большой опыт управления. И большой опыт управления. Совершенно верно. Дальше. Если посмотреть на закрытые клубы и ложи современного мира, там не только монархические, там просто аристократические семьи представлены. Я уже не говорю о черно-венецианской аристократии. Просто европейской аристократии там представлено. Ну, например, посмотрите на Великобританию. Кто формально в Великобритании правит парламент? Но есть такая вещь. Тайный совет. Куда входит в данный момент королева, то есть монарх? Куда входит правительство? Правительство – это часть тайного совета. Это комитет в Бритальном совете. И некие еще лица, которые далеко не всегда называются. Решение о том, что Великобритания присоединится к США по поводу Ирака, принималось тайным советом. Британцы вам скажут, ой, это такая традиция у нас. Это вот такая виньетка от прошлого. Лучший способ скрыть реальность. Как говорил Патер Браун у Честертона, где умный человек прячет камешки среди камешков, на морском берегу. То же самое монархия в Голландии. Нет, вот этому здесь мы должны сказать вместе со Станиславским. Не верю. Андрей Ильич, тут в пользу вашего тезиса было одно недавно новостное сообщение, в котором было сказано, что в связи с тяжелой международной обстановкой английская королева в курсе всех вещей. И премьер каждую неделю ей все рассказывает. Мол, не беспокойтесь, уважаемые избиратели. Королева в курсе. Возникает вопрос, зачем королеве каждую неделю выслушивать доклады премьера. Это как будто бы декорация. Вторая вещь, это тот ажиотаж, который был в Великобритании и во всем мире рождение наследника. Меня особенно поразили наши СМИ. Ну, нам-то какое дело, что у них наследник родился. Ну, родился, ну и хрен бы с ним. Хорошо, пусть воспитывают. Но нам это, так сказать, преподнесли таким образом, как будто родился... Это наш наследник. Наш наследник. Вообще наследник, который будет править миром в целом. Кстати, и имя у него подходящее. Людовик, то есть Хлодвиг. Что там еще? У него три имени. Ну, Джорджин, почему проще. Георгий, да, победоносец. У него три имени. И все три имени такие очень значимые. Вот. И, ну, вообще нужно сказать, что наше сознание как-то странно реагирует на многие обстоятельства. Вот умерла Тетчер, например, которую британцы, большая часть британцев, иначе как ведьмы не называют. И наш народ побежал со свечиками. А вот когда американцы бомбили Югославию, что-то, так сказать, свечек я особенно не заметил. Вот это удивительный когнитивный диссонанс. Нет, но были же митинги против... Митинги, но их было очень немного. А вот, скажем, когда был 11 сентября, и уж когда умерла Тетчер, причем это Тетчер была врагом Советского Союза. Это Тетчер говорила о том, сколько нам нужно населения. И вот умерла Тетчер, которую сами британцы называют ведьмой, и побежали со свечиками отметиться около британского посольства. Вот это поразительная вещь. К сожалению, у нас подобные вещи в истории не первый раз встречаются. Да, к сожалению. Это, кстати, лишний раз говорит о том, что представители римского клуба правы, когда говорят, глобальная проблема номер три, это неосознанность происходящего. Вот, кстати, нынешняя ситуация, которая складывается у нас в стране, меня поражает и удивляет. Ну ладно, люди не знают, как раскручивали Джинджича. Навального сейчас раскручивают по этой же схеме. Но ведь надо помнить, что Советский Союз валили под лозунгами демократии, борьбы с коррупцией. Это было всего лишь два десятилетия назад. И все это уже забыто. И та же схема, те же грабли, те же ходы. И даже поездка в метро, так же, как поездка Ельцина. Конечно, конечно. И вот на это люди ловятся. Вот это удивительная вещь. Все-таки не хочется быть злым, но так и просят слова. Дураков надо учить. Кстати, вот вы сказали, вот этот вот случай, когда наши люди приходили со свечками. А вот мне вспомнился такой исторический казус, наверное, о котором писал генерал Курлов в своих мемуарах. Он говорил, что когда привезли немецких пленных в Первой мировой войне на территорию России, их встречались с цветами. Да. Ну, достаточно вспомнить, что вообще-то в самом начале войны в некоторых городах, советских городах немцев встречали с цветами искренне. Ну, их-то хоть встречали, еще можно сказать, что боялись завоевателя. А тут везли пленных немцев. Понимаете, в чем дело? Их встречались с цветами. Ну, работать надо над населением. Работать, объяснять людям. Ну, что же. По-моему, вы сейчас именно этим и занимаетесь. Мы занимаемся. Я вам только лишь помогаю. Большое вам спасибо за то, что нашли время к нам прийти. В студии был академик Международной Академии Наук Инсбрук, Австрия, Андрей Ильич Фурсов. Спасибо. 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 Спасибо.